привет ваня давно не видели запись вроде поставила давайте подождем еще минутки присоединяться начали ребята ну в принципе кто кто не успеет присоединиться то эфир посмотрите в записи мне самое главное ребят напишите пожалуйста как меня слышно что я без микрофона что вообще за ним ребят звук норм все отлично ребят давайте пока присоединяйтесь я еще раз озвучу про про клуб про то что планируем сделать смотрите предыдущий марафон у него очень много отзывов получилось очень много отзывов которые мне ребята пишут сколько от него уже прошло уже почти год почти год но полгода точно прошло как я сделал этот первый марафон ну больше уже полугода месяцев наверное восемь да и мне ребята до сих пор пишут некоторые что после того марафона который в принципе предполагал что я расскажу как работает организм как что происходит когда вы переходит когда употреблять какие-то продукты какие-то травы какие-то делаете физические упражнения что происходит с вашим организмом как вы это можете для себя интерпретировать вот и получается так что во первых у нас набралось вы сами помните да что за одну ночь у нас набралось 600 человек кто готов был идти в этот марафон вот очень быстро набрались люди и мало того что набрались люди что мне вот прошло почти ну больше шести месяцев когда я не помню если честно когда он был мне до сих пор ребята пишут что они не вернулись прошлому образу жизни прошлому к прошлому питанию что они идут дальше и для них это стало стал новый этап новый этап легкости то есть это действительно в легкости происходит и вы наверное все прекрасно видите что я сейчас часто стала ездить по каким-то фестивалям куда-то еще выезжать стала и со мной ездят ребята в основном это моя команда я их по-другому уже не могу называть это прям часть часть меня и они мне дают обратную связь и ребята которые со мной вообще встречаются дают мне обратную связь дает обратную связь что очень легко перестраивается видение на свою жизнь перестраивается питание и многие продукты они просто отваливаются не потому что вкусовые какие-то пристрастия а именно понимание что что это всего лишь продукт это всего лишь вкус это не жизнь и вот это вот наша интерпретация да вкус к жизни он именно поэтому ребят и интерпретируется потерять вкус к жизни да или насладиться вкусом жизни то есть это всегда про какой-то про какую-то периодичность этапность очень маленькую но когда вы говорите танец жизни это всегда про чувственность это всегда про легкость это всегда про жизнь про движение и вот мы с вами все-таки будем приходить к танцу жизни убирали вот эти вот все вкусовые пристрастия какие бы они не были это первый момент и второй момент что мы решили сделать что если в клубе наберется тысяча человек то я запускаю 21 дневный марафон по смене вашему вашего мышления который вас приведет к следующей ступеньке вашего питания то есть если вы были на одном питании то у вас раз перескочило на следующее на одном питании на следующее это не важно куда вы перейдете вы перейдете в малоедение в редкоедение либо в неедение это уже то от чего вы отталкиваетесь вот и почему это будет в клубе ну потому что потому что я люблю клуб там есть ребята которые у меня вообще изначально это я уже не раз говорила да что это моя отдушина такая и там я все время делаю какие-то бонусы либо вы приходите с ребятами ретрит каждый день я включаю камеру когда я на ретрите это тоже эксклюзив вот и мне задали вопрос то есть мне сейчас пока я сделал вот это вот объявление несколько часов назад да буквально вот и меня уже закидали вопросами то есть один из вопросов был такой что если я ну тот человек который зашел если я выхожу из клуба через какое-то определенное время то эти эфиры которые которые были в клубе они у меня остаются или нет если вы выходите из клуба то эфиров у вас не остается но пока вы в клубе вы можете смотреть эти эфиры вот столько сколько вам вообще влезет вы их можете конспектировать можете смотреть можете делать с ними все что хотите использовать их ровно так как хотите как видите на ваше усмотрение вот поэтому когда вы выходите у вас уже нет доступа к тем эфирам нет доступа к тем марафонам нет этого доступа если вы их как-то оттуда не взяли себе каким-либо образом вот это первый момент второй момент если не наберется тысячи человек если не наберется тысячи человек то ребят у вас в любом случае ну на мое видение у вас есть много плюшек потому что вы приходите туда там уже несколько десятков эфиров эксклюзивных таких которых нет в открытом доступе вы их можете просмотреть и это уже хорошо но если вам кажется что для вас как мало каких-то плюшек просто не идите туда и все других плюшек других каких-то бонусов их там не будет все это все что есть набирается тысячи человек планируем до нового года запускать этот марафон не набирается у вас просто есть эфиры которые до были до этого вот и все хотите как-то менять вы хотите едете тогда не хотите или это уже на ваше усмотрение но это не просто так этот марафон вы же начинаете мне писать после нового года Светлана проведите какой-то марафон потому что мы в новый год вот в таких-то формах после нового года стали если вы не хотите в новый год будет каких то формах которые вам не нравятся особенно после нового года то навай год отмечайте с нами. Я пока не могу сказать, где это будет. Это, скорее всего, где-то будет в любом случае на Кавказе. Насколько человек, мы пока не можем знать, но мы сейчас в течение, наверное, недель-двух посмотрим, какие есть места, потому что новогодние какие-то мероприятия, они достаточно ощутимые по финансам. И нам бы хотелось совместить, чтобы это было и по финансам приемлемо, и какое-то достаточно большое помещение, чтобы мы все поместились. И чтобы это было как-то клёво. Но хотим, чтобы где-то это было, чтобы это был снег. Возможно, это будет Архыс. Поэтому вы можете, в принципе, давать заявки, давать заявки Галине. Я напишу, потом скину мы сделаем такую плашку по заявкам новогодним. И вы можете туда Галине скинуть, чтобы мы вообще понимали, какой нам нужно, какой нам нужно маленький домик нужно снять, либо какую-то базу нужно будет снимать, чтобы мы это понимали. Поэтому после вот этого марафона, чтобы вы не выпадали из новых состояний, из новых ощущений, из нового образа жизни, вы идёте дальше с нами. Мы сделаем всё, чтобы вы шли с нами, потому что наш мир, он просто кайфовый, он просто клёвый. Вот. Ну, в принципе, такая прелюдия уже, да, была сделана, рассказала. Если есть какие-то вопросы, то пиши. Вот. Я не вижу, сколько человек присоединилось. И, конечно же, хотелось мне поднять вот эту вот тему страх осуждения. Потому что она сейчас присутствует, мне кажется, практически во всём. Страх осуждения или под подошву социума. Мне очень много пишут комментарии различных. Кто-то благодарит, кто-то с восхищением. И мне, конечно же, это очень приятно. Я это с огромной благостью принимаю. Но есть и такие, которые мне пишут вот всё, что угодно. Что говорю какую-то чушь, что выгляжу не так, как выглядят автономы, хотя я, если честно, не знаю, как, не видела никогда инструкции, как должны выглядеть автономы. То, что лохматые, ну, это вот что есть, то есть, но это моё. что там накаченные губы, накаченные там ещё что-то. Я как-нибудь достану. Вы знаете прекрасно, что я всё время переезжаю. Раньше не было цифровых носителей. Раньше фотографии были, ну, по крайней мере, в моём детстве, потому что я как бы не настолько молода по паспорту. В моём детстве это были всегда вот эти вот фотографии, фотокарточки их называли раньше, фотокарточки. И если я найду вот фотокарточку с детства, если мне всё-таки получится её найти, а потом вам отцифровать, я вам вышлю свою фотокарточку, и вы увидите, какая я была в детстве и какая я сейчас, чтобы у вас отпали вот эти вот моменты с пластикой с какой-либо. Либо не отпали. Это уже на вашу усмотрение. И мне кажется, сделаем такой флешмоб, покажи меня тогда и сейчас. Будет здорово посмотреть, насколько вы изменились. Вообще, мне кажется, что я не изменилась. Вы потом в этом убедитесь. И страх осуждения. Страх осуждения, он нас всё время уводит от себя. Уводит от себя, потому что с самого детства с самого детства. Нам же всё время говорили, вот мы что-то сделали, нам говорили, ой, какой молодец, вот сделал вот это вот, вот какой молодец, сделал это. Даже если ты сходил на горшок, то тебе уже как, молодец, сюда сходил, правильно. Или там, вот в штанишки сходил, там, ай-яй-яй. там, вот это вот прямо настолько, вот эта вот шаблонность в нас включаясь с молоком матери. и как бы сейчас мы не были, мы бы не думали, что мы такие вот осознанные, всепонимающие, там, такое вот, что-то, видите, это ёж, ёжка. Как мне говорят в этом, я, нет, я уже ориентируюсь только на себя. И ты смотришь, и в течение буквальных первых двух-трёх минут ты понимаешь, что человек всё равно ориентируется на кого-то. Я даже за себя могу сказать. Я понимаю, что я лишний раз, например, где-то в транспорте, в общественном транспорте ещё где-то. Я не буду себя вести так-то или так-то, чтобы не вызвать какое-то, ну, так скажем, излишнее внимание социума, излишнее внимание толпы, излишнее внимание чего-то. И это не про индивидуальность, это не про это даже не про уход от себя, а это про то, что ты понимаешь, что некоторые моменты социума мы очень часто путаем с тактичностью, наверное, с тактичностью, которая ведёт каким-то моментом своего же комфорта. вот смотрите, к примеру, к примеру, есть моменты, что вот такие вот грубые возьмём моменты, да, что сейчас в моде, в моде у нас мы сейчас говорим, ну, грубо говоря, про наш континент, да, что в моде, например, вот чтобы женщины выглядели так, мужчины выглядели так, и как мы сейчас можем заметить, то к этому и стремятся, к этому стремятся многие, и мне то же самое говорят, мне там говорят, ой, там ты что, там излишняя худоба, вот женщина должна быть вот такая вот, аппетитная, там ещё что-то, а кто сказал, кто сказал, что мода должна соответствовать с твоим, с твоим ощущением лёгкости, с твоим ощущением свободы, это же не равно, никогда не равно, и точно так же, как социальное мнение никогда не равно комфорта, который приводит к самому себе, вот, например, вот взять, я живу на йоге, да, и многие люди, например, с пляжа выходят в мокрых купальниках, в мокрых плавках, на себя там одевают какую-то тунику, им комфортно в этой жаре, что у них под этим все мокрые, но в такси они же сесть не могут, и они сесть не могут, не должны, в принципе, садиться в такси, потому что им комфортно, но это приведёт к социальным, к другому человеку, то есть это будет дискомфорт другого человека, который, например, поехал там с работы домой, с дома на работу, либо на какую-нибудь встречу, и он уже не в мокром купальнике, он сел на это пятно мокрое, если там человек шёл с пляжа, в этом мокром купальнике, и здесь же, опять же, нужно различать, где комфорт, где, где твоё проявление тебя и где твоё проявление через социальные критерии. Ещё такой пример. Вот очень часто, особенно, когда я жила какое-то время в Москве, метро, вы можете зайти в метро, и там чего только не увидеть. И, например, молодёжь очень часто замечала, как себя ведёт, это не только в Москве, просто там это было самое наглядное, потому что там садишься, и там много-много кусочков разной жизни происходит. И, например, молодёжь, вот она, вот стоит их несколько человек, человек 3, 5, 10, неважно, и они ведут себя вот так, они ведут себя вот так, раскрыто, открыто, они смеются, хохочут, что-то там, танцуют, ещё что-то, вот они все такие раскрепощённые. А потом садишься в вагон, и, например, в этот вагон садится 3 человека. И вот они пока сидят втроём, они продолжают поддерживать ту иллюзию раскрытости, раскрепощённости, которую поддерживали 10 человек. Они сели, поддерживают эту иллюзию, потом раз, один человек вышел, их осталось вдвое. Вдвоём они уже затихкают и начинают обсуждать какие-то разговоры. Они уже не те, которые были ещё некоторое время назад. Если уходит ещё один человек и остаётся один, он садится уже совсем сам по себе, и он даже, если его спросят о чём-то любой другой пассажир, он может вообще не ответить, он может вообще отвернуться и уйти в свой мир. Это говорит о чём? Это говорит о том, что мы насколько не принадлежим себе, когда мы хотим показать себя в другом качестве. Да, это понятно, что если ты танцуешь там где-то в коллективе и остался один, тебе как бы танцевать, ну как бы для кого, для чего, это уже не твоё. Но это же происходит с нами чаще всего практически на каждом этапе. На каждом этапе своего существования мы пытаемся быть лучше того общества, которое есть на данный момент, которое тебя окружает. Ты всегда пытаешься каким-либо методом, каким-либо способом, чем-либо выделиться из того социального аспекта, в котором ты находишься. это может быть хоть чем. Тебе всё время хочется быть чем-то. Ты либо лидер, либо ты не можешь быть лидером, ты примыкаешь к лидерскому куклу, либо ты себе находишь что-то ещё. Но очень редко бывает такое, когда ты есть сам по себе. И вот сам по себе ты можешь быть только тогда, когда ты находишь себя. Но когда ты находишь себя, ты очень непродолжительное время, начинаешь быть один. Потому как к самому себе, к тебе, как домой, как к дому, как к какому-то маяку начинают идти те, кто устал от бега. То есть ты становишься. Что такое найти себя? Что такое выйти за границей социальных критериев, социального каблука? это когда ты понимаешь, кто ты есть, когда ты понимаешь, что тебе нравится там танцевать, тебе нравится петь, тебе нравится вышивать, тебе нравится что-то доносить людям, тебе нравится тот аспект, которым ты можешь быть вообще никогда не занимался, но ты понял, что тебе от этого хорошо, и ты начинаешь его делать вопреки всему, просто потому, что тебе от этого кайфово. И другие начинают говорить, ты плохо поёшь, ты чё поёшь, ты так поёшь плохо, вон другие, вон чё, а ты чё? А ты понимаешь, что ты когда поёшь, тебя это, ты раскрываешь, ты понимаешь, что у тебя начинает закручиваться вот эта энергия, когда начинает закручиваться энергия, ты начинаешь быть энергией Земли, ты начинаешь настолько пускать корни в эту планету, когда ты пускаешь корни в эту планету, что происходит? Ты понимаешь, что у тебя есть основа, ты понимаешь, что у тебя есть то, от чего ты всегда можешь оттолкнуться, уже в любую сторону. Только когда ты запускаешь энергетические корни самого себя. И только когда ты запускаешь корни энергетической самого себя, как бы кто ни говорил, что ты плохо танцуешь, ты плохо рисуешь, ты плохо стрижешь, ты плохо еще что-то делаешь, а тебе от этого настолько кайфово, и ты понимаешь, что другие тебе говорят, о, как клево. Ты видишь взгляд других, ты слышишь разные мнения, но ты понимаешь, что если ты нарисовал эту картину, ты вложил в нее себя. Если ты станцевал этот танец, то ты просто зарядился самим собой. Если ты что-то делаешь, ты понимаешь, что это просто часть тебя, то туда полностью включаешь часть себя. И твое дело становится частью тебя. И как только ты начинаешь прорастать энергетически, потому что ты становишься энергией Земли, любой другой, который нашел себя, либо не нашел себя, он будет стремиться к тебе, потому что он никогда не сможет оттолкнуться, если у него нет корней. Вот он живет на социальных каких-то догмах, он живет на чем-то том, что у него хорошо получается, у него получается отлично, но он от этого не кайфует. У него получается это отлично, а отлично ему кто говорит, что это получается отлично? У тебя получается клево зарабатывать деньги. Ты зарабатываешь много денег, а энергии от этих денег нет, корней от этих денег нет. Он не понимает, для чего нужны ему вообще эти деньги. Он вообще хотел пойти в горы и быть гидом просто за бесплатно, просто чтобы ходить в горы, просто чтобы показывать людям, какая там плотность, какая там природа, какая там энергетика, какое там все. И ему вообще этого ничего не нужно было. Но он, например, в фирме, и он отличный сотрудник, который зарабатывает много денег. Но он не может никуда больше пойти, потому что он оттолкнуться не может. Здесь у него есть, у него как багаж, его эти деньги просто приплющивают. Но социум ему говорит, какой ты молодец, какой ты клевый, научи, проведи какие-нибудь тренинги, проведи какие-нибудь там обучающие программы, как вырваться сюда. А он понимает, что это для него вообще неинтересно. И куда он идет, чтобы хоть как-то, ему нужно вообще куда-то оттолкнуться, чтобы вот в этом вот, иначе он как воздушный шарик будет раскачиваться. Он идет к тому человеку, который, как по его даже мнению, делает что-то плохо, но он не понимает даже, почему он туда идет, потому что там есть корни. Он за него может зацепиться, чтобы остановиться на месте. Чтобы пронясти корнями сам. И только к тем людям, которые нашли себя истинного, небогатого, неуспешного, а истинного себя, ты не можешь быть бедным или неуспешным, когда ты истинный. У тебя все есть уже априори. Ты можешь не ездить на каком-нибудь брендовой машине. Ты можешь не быть в каких-то таких местах, которые прям вообще... Но ты всегда будешь, всегда будешь своевременно в том месте, в котором тебе нужно быть. Всегда. И с тобой рядом будут всегда те люди, от которых тебя просто будет уносить, потому что ты такой. И когда ты... Очень многие мне пишут... У меня... У меня, ребят, проходят... Индивидуальные марафоны, консультации, еще кто-то. Те люди, которые намного, намного известнее, чем я. Очень намного. То есть я по сравнению с ними, вообще... У кого-то тысячи, там, тысяч на... Сотни тысяч на аудитории. У кого-то миллион на аудитории. И эти люди проходят у меня какие-то консультации или марафоны. Но они проводят под другими никами их. Они мне... Ну, как бы это... Они же мне говорят. Под другими никами, еще под чем-то. Потому что это неправильно для них, несвойственно, что вот он такой вот... Уже столько лет, вот он весь такой вот значимый, его так знают, и он пошел к какой-то лавровой, которую практически никто не знает. Это социальная программа. Это я не говорю, что это хорошо или плохо. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Это факт того... Того пространства, в котором мы живем. На меня это никак не влияет. Ни хорошо, ни плохо. Я просто делаю то, что я умею делать. Я просто делаю то, от чего я кайфую. Я кайфую. Закайфует ли он после этого или нет? Это уже другой момент. Но это о чем говорит? Это опять говорит, насколько ты подвижен. Если ты к этому подвижен, куда ты хочешь перейти? Куда ты хочешь уйти? Если ты изначально не можешь признаться даже самому себе, что тебе вот интересно вот это, тебе интересна вот эта точка зрения, тебе интересна вот эта позиция, почему не это, почему вот это, почему то. И когда мы не можем себе признаться, мы же никуда, мы никуда не выскочим на новый уровень. Вот я сегодня познакомилась тоже с одним из вообще абсолютно клевых людей. Его вообще никто не знает. Просто, ну, мне кажется, от слова совсем. Он может быть в каких-то совсем узких кругах известен, но это тот человек, который у которого есть определенный дар. И вот он этот дар, он говорит, я вообще не социальный человек. Да, и таких большинство. И даже если мне придет, я попробую уговорить, чтобы он поучаствовал в моем 21-дневном марафоне, который вот у нас будет в закрытом клубе, чтобы он подавал практики. Практики, например, вот сегодня мы обсуждали, я говорю, у меня колено, у меня когда-то очень давно болело правое колено. Ну, прямо болело, это сказать, ничего не сказать. из-за гормональных препаратов у меня были большие проблемы с ногой, с коленом. Вот. И мы сегодня с ним обсуждали, и он просто вот несколько минут сканирования, секунд сканирования. Он говорит, вот то-то, то-то, то-то. Мы с ним поделали упражнения, понимаем, насколько вот просто сразу же раз и все. и таких людей, их немало, но мы очень часто вот о таких людях не знаем. И это тоже социальная программа, это тоже социальная программа, что он говорит, ну, я, чтобы меня узнали, мне нужно, чтобы там столько-то времени уводить на то, чтобы куда-то там себя выкладывать. Я говорю, так это же, говорю, просто вот, это же просто, на технический момент сейчас же мы с вами не обсуждаем, это же не про технический момент, а про те моменты, когда мы с вами, неважно, либо мы идем в социум и пытаемся взять то, что не наше, либо мы уходим из социума и вообще не берем даже наше. Это же одна и та же медаль с двух сторон. И только, когда ты понимаешь, кто ты есть, только когда ты понимаешь, что ты можешь ждать от того, что ты есть, когда ты понимаешь, кто ты есть, ты всегда идешь на отдачу. Тебе не хочется в себе скрывать это, то, что ты есть, то, что кто ты есть. Ты всегда идешь на отдачу, на расширение, ты всегда становишься вай-фай. Тебя не может стать меньше. Чем больше ты отдаешь, чем больше ты расширяешься, тем глубже ты сам по себе становишься, тем обширнее ты становишься для любых других. Но как только ты погружаешься в социальную программу, тебя нет. И очень часто мы даже не хотим замечать, что нам говорят. нам же уже всем сказали, что у нас будут определенные... Я, наверное, это не совсем буду говорить на всеобщее обозрение. Но нам уже неоднократно сказали, что... Как он называется-то? Вот этот вот... Компьютерный разум, или как он называется? Что его уже несколько лет назад запустили, но сказали буквально не так давно об этом. Не помню, как он правильно называется. Который все сейчас будет определить. Считывать эмоции людей. Чтобы считывать эмоции людей, искусственный интеллект, правильно. Вот. И сейчас в клиниках... Даже... Я не так давно была в клинике и с маской бегала. С маской бегала, чтобы посмотреть... То есть там с маской, когда бегаешь, там смотрится кардиограмма, там смотрится дыхалка. Что лучше идет на вдох, либо на выдох, на подъем, на... Как работает внутренний орган. То есть все вот это вот работает. Но сейчас появилось... Там... Это же я не первый раз даю вот этот... Анализ, или как он называется. Вот. То сейчас еще появилось, какую эмоцию ты испытываешь. Какую эмоцию ты испытываешь при подъеме вверх при беге. Какую эмоцию ты испытываешь при спуске. Какую эмоцию... Какая эмоция у тебя идет, когда ты ровно бежишь. И это срабатывает на уровне густоты крови, который определяет сердечный клапан. То есть нас настолько считывают, нас настолько программируют, мы настолько становимся истинным кодом самого себя. То есть мы уже есть код. И когда... Смотрите, есть люди, которые считывают энергетику. Есть люди, которые считывают вибрационные поля. И вот они говорят, вот у тебя такой-то цвет, у тебя такой-то свет, у тебя такая-то аура. Это один слой. Следующий слой, когда считывают вибрационные, энергетические поля. Энергетическое поле. Считывают энергетическое поле. Потом следующий слой, более глубокий, который считывает энергет... Вибрационное поле. Вибрационное поле, оно... У него уже более тонкий код, чем у энергетического. И после вибрационного поля ты можешь считать шифр, код человека. Этот код, он обозначен не в привычных нам цифрах, а это что-то похожее на аэроглифы, но они что-то среднее между аэроглифами и волнами, вот что-то среднее. И ты его можешь считать, и у каждого человека, когда ты можешь его считать, ты его когда считываешь, он открывается, и ты видишь весь код, полностью весь код этого человека. И сейчас вот этот вот разум, он залезает в этот код человека, он залезает в этот код человека, чтобы можно было его перекодировать. И если ты не находишь себя, если ты не осознаешься, то через некоторое время ты будешь полностью управляемым, ты будешь думать, что ты такой же человек, что ты все это знаешь, что ты все это делаешь, что это твои желания, что это твои мысли. Но по факту ты будешь просто один из удобных элементов обслуживающего персонала планеты. И первое, на чем это все базируется, это базируется на социальных программах, на социальном удобстве, на социальном осуждении. Ведь вообще все программы, которые у нас есть, они основываются на страхе, они базируются на страхе. И только через страх тебя можно перепрограммировать. И вот этот вот страх осуждения, это один из самых больших страхов. Ой, а вот я сказала, что я вот это, а вдруг вот я вот нет. Вот я хочу пойти в модельное, а вдруг я недостаточно худа, а вдруг я недостаточно высока. А я пойду, хочу пойти вот туда-то, например, повара, а вдруг я недостаточно что-то. Это всегда страх осуждения. Ты себя начинаешь, ты же хочешь туда пойти. Ты уже изъявила желание, изъявила, изъявила. Но ты почему-то туда не идешь по каким-то причинам, а по причинам того, что ты себе заранее придумала социальную программу, в которую ты не влезаешь. По своим же меркам, по своим критериям. И у тебя просто отваливается тот путь, который ведет опять же к самому себе, к самой себе. Через страх осуждения себя ты не можешь прийти к самому себе. Осуждения социума не бывает. Социум просто задает программу, он тебя не осуждает. Ты либо подходишь под эту программу, либо не подходишь. Осуждаешь всегда только ты себя. Мне, например, кто-то говорит, ой, какое там она автоном. Вот она на автонома не похожа. Вот она не то говорит, не то делает, не так выглядит. Ко мне это относится? Нет. Ко мне отношусь только я. То, что кто-то себе придумал по каким-то своим критериям, это всегда относится к ним. И если бы я была социально зависима, я бы начала себя как минимум менять в ту сторону, чтобы показать, что я принадлежу этому кластеру, которому вы меня приписали. А если нет, а если я вот такая, вот я просто такая, вы можете меня не принимать, вы можете мне не верить. Это же не обязательно. Для меня это не обязательно. Я просто говорю, я просто делюсь тем, что есть во мне. Теми знаниями, тем опытом, теми действиями, которые есть у меня. Вот и всё. Как вы к этому будете относиться, это ваше. Но я не буду относиться так, как вы относитесь. Я буду относиться только так, как я к этому отношусь. Потому что я не буду в социальной зависимости. Потому что я вижу, что там происходит. Потому что мне это неинтересно. Мне неинтересно быть в шаблоне кого-то, в социальной программе кого-то. Зарядочку набери. Только аккуратно, тот не выделил, не заряд. Там вот и раскладывается. Всё, ладно, значит. Поэтому, ребят, если вы хотите прийти к себе, есть очень много инструментов. Но один из инструментов, как только вы чувствуете вот это неудобство перед социумом, всё время себя ловите. А это что за важность во мне разыграет? Вы думаете, вы кому-то нужны, кроме себя? Никому. А почему вам это внушили? Почему вы себе это внушили? Вы себе это внушили через... Если вы развернёте, там такая цепочка будет, что... Ой-ой-ой. И как только вы выходите из этой программы, вы идётесь к себе. Как только вам становится неинтересен социальный критерий, не истаться, не надо разрушать кого-то, только к себе. Если там кто-то поёт громко ночью, пьяный или ещё кто-то, пусть они поют. Это их. Всегда на себя. А я вот так вот. У меня тут недавно было, мы с сыном идём, и какая-то компания стоит, стоит и распивает пиво. Стоит и распивает пиво, и... Ну, вроде, приличный, как бы они без агрессии, без сила. И я вижу, что вот они стоят вот здесь, вот, а, например, там урна вот здесь. И они стоят вот здесь вот, и бросили бутылки, и немножко отошли туда. Две бутылки бросили. Мы подошли, подобрали эти бутылки и пошли. Они сначала на нас посмотрели, они подумали, что мы их сдавать, или куда, я не знаю, сдают сейчас бутылку. И они такие, вам, может быть, денег надо? И, как бы, я спокойно так говорю, ребят, отдыхайте. Ну, как бы, не в смысле, а отдыхай. Я говорю, ребят, отдыхайте. И подошли, выбросили эти бутылки. И один мужчина за нами подбежал, говорит, слушайте, говорит, извините, мы бы сами выбросили. Просто мне, говорит, так неудобно, чтобы это сделать. Но это же не для того, чтобы их наказать. Это не для того, чтобы им показать. Никому ничего показывать и доказывать. Это потому, что вот у меня они были на моей дороге, а я понимаю, что через несколько метров есть урна. Но почему я не могу это сделать? Но они уже отошли. Ну, что им кричать, еще что-то. Ждать дворника, если кто-то разобьет. Кто-то пойдет там, даже та же собака себе лапу раскровит. Зачем это нужно? Зачем столько проблем создавать, когда можно просто их взять и два метра отнести? Вот это про тебя. А все, что там подумает кто-то, как они это сделают, как они отреагируют, как они в дальнейшем, в настоящем, вот на это посмотрят, это уже их. Тебя это не касается, это в твой мир не залезает. Всегда будьте в своем мире, но свой мир всегда расширяйте до масштабов планетарных, до Вселенной, не до улицы, не до вашего загона, а всегда максимально. Ребята, вот мы с вами проболтали час. Я буду, наверное, заканчивать. И про клуб, я думаю, что вы поняли. Если что, если кто-то в самом начале я уже все говорила, в клубе я, наверное, в понедельник сделаю эфир, а во вторник мы с вами встречаемся на Ютубе. Все, огромное-огромное спасибо, что были со мной, что выслушали. Пишите вопросы, пишите, если что-то непонятно. Все вопросы я вижу, не всегда отвечаю, но у меня всегда они все потом записаны, какие вопросы. И по этим вопросам мы либо делаем какие-то сейчас маленькие релсы, чтобы вам было удобнее смотреть, либо эфир. Но в эфире мне проще, потому что релсы, мне нужно о чем-то подумать, а эфир, он просто идет. Так, Оксана, вопросы у тебя, да? Да, Оксан, говори. Оксан, ты руку поднимала. Оксан, открывай микрофончик и говори, или ты нечаянно? Нет, я нечаянно нажала, извините. Все ясно. Ну все, ребятки, тогда заканчиваю эфир. Как только загрузится, мы его по чатам или как-то разошлем. Все, всем огромная благодарность.